Друзья, всем привет! У нас очередной выпуск крипто новостей на канале CryptoEmergency. А перед тем, как вы начнете смотреть, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь и оставьте комментарий. Нам это очень важно. BitGet – это одна из крупнейших криптобирж, которую выбрали уже более 20 миллионов пользователей. Торгуйте с нулевыми комиссиями на споте в парах BTC-USDT и Ethereum-USDT до 20 мая с нулевыми комиссиями. Команда CryptoEmergency рада рекомендовать вам биржу BitGet. Переходите по ссылке в описании и пользуйтесь ее надежными инструментами. Начнем с того, что на графике биткоина образовался медвежий флаг. Биткоин пробил поддержку 69, следующая станция 12 пишут. Есть такое явление, как крест смерти на биткоине. Что это вообще означает? Это пересекаются разные скользящие, которые там 200-дневные, 50-дневные. Это не суть важна, но есть такое явление. И все думают, что после этого креста смерти обязательно цена упадет вниз, все закатается и так далее. Да, такое может произойти. Есть понятие еще «золотой крест», когда после пересечения золотого креста в основном цена растет. Но вы знаете, что за криптовалютами стоят маркетмейкеры и так далее. То есть может ли какая-то крупная биржа или две крупных биржи управлять ценой биткоина в моменте? Конечно, могут. Они знают, где стопы, где стоят ордера, там, шорт или лонг ордера. Могут ли они напечатать биткоинов, сколько им надо на бирже в базе данных? Да, могут. Поэтому говорить о том, что крест смерти отыграет, вообще как бы нет смысла. И за ним люди наблюдают и думают, что сейчас я поставлю вот здесь, судя по этой фигуре, по всему, допустим, в шот пойду. А этого не срабатывает. И людей так бреют. Поэтому будьте аккуратны. Не всегда фигуры отрабатывают на графике. Тем более сейчас вообще тренд не на отрабатывание фигур. Это, скажем так, маркетмейкеры хорошо работают, бреют людей. Будьте аккуратны. Здесь нужно смотреть за этим. Знаете, иногда даже крест смерти отрабатывает, наоборот, стрелкой вверх, графиком вверх. Потому что все там заходят, допустим, в сорс-позиции, да? И все эти потом позиции бреют, и цена начинает расти. Будьте аккуратны. А вот про биткоин еще, кстати, хорошая новость. Курс биткоина в среднем возрастал на 2230% после каждого халвинга. Это вот Коингека заявляет. Вы знаете, как бы, да, действительно, так оно и есть. Халвинг у нас вот впереди. Скоро он состоится. Буквально там через пару недель халвинг состоится. Сейчас цена, по-моему, если я не ошибаюсь, на данный момент, когда мы видео записываем, 67 тысяч долларов за биткоин. Цена падала в моменте, там, по-моему, 65. Как вы думаете, да, вот после халвинга, может ли вырастить цена на 3200%? Я думаю, что нет. Слишком сейчас актив уже тяжелый, да? То есть раньше биткоин был, грубо говоря, легкий. Мало было ликвидности в нем. И он мог расти на такие проценты. Сейчас, я думаю, такого роста не будет. Но, вы знаете, биткоин всегда удивляет. Поэтому все может быть. Но, опять же, да, это не в течение года может произойти. Это может произойти в течение, там, 5-6 лет. И некоторые аналитики предполагают, что он может, там, и миллион долларов стоит, и больше. Да, это возможно, если с биткоином будет все в дальнейшем порядке. Конечно, может, и может еще и больше быть. Говорят, даже, там, купи, там, 0.01 биткоина. Через 10 лет станешь миллионером. Долларом или рублем не уточнять. Но все может быть. Поэтому смотрим. Халвинг. Классная тема. Майнинг. Что такое вообще халвинг, да? То есть, майнеры будут получать за смайненный блок в 2 раза меньше награды. 6 биткоинов получали. Сейчас будут 3 получать. Поэтому цена маленькая. Их не устроит. Нам нужен рост. Чтобы всех устраивало, грубо говоря, майнеров майнить монету. Чтобы не в минус. Идем дальше. Что будет с биткоином? Если хайп вокруг спотовых ETF утихнет. Чего ждать вообще, да? Потому что сейчас действительно хайп идет. Скупают биткоины. Институционалы, да? Крупные игроки в Wall Street закупаются биткоином. Не стоит ждать серьезных изменений. Вот пишет, да? Если утихнет покупки, то в принципе, в принципе, как бы биткоин уже собрал, да? Грубо говоря, вот эту ликвидность, которую принесла в Wall Street. Накопились биткоины именно сейчас по вот этой цене. Продавать их смысла нет. То есть, цену давить вниз нет. То есть, ликвидность есть. Биткоин куплен у них там. И, грубо говоря, положили его на кошелек. Соответственно, продавать сейчас нет смысла. Цена должна вырасти как минимум там в один, в два раза, да? Чтобы можно было там им фиксировать свою прибыль. Тогда уже как бы получать какую-то прибыль такую. Поэтому я думаю, что даже если ажиотаж утихнет с биткоином ETF, то цена не повлияет. Ну, то есть, вниз она не пойдет. Но это не точно. Это не финансовый совет. Медведи по эфириуму скоро могут активизироваться и ожидать падения эфириума. Может ли такое произойти? Вот эти все графики похожи. Вот, допустим, криптовалюта открыт. Тем более, эфириум, BNB и так далее. Они очень похожи на график биткоина. И все идут за ним. Поэтому анализировать, грубо говоря, эфириум, да? То есть, он не может пойти, ну, допустим, там сильно таких не было разбегов, да? Допустим, эфириум растет там на 23% биткоин стоит. Все идет друг за другом. Тем более, тем более биткоин. За биткоином идет эфириум и BNB и так далее. Все графики одинаковые. Поэтому, если биткоин упадет, соответственно, эфириум упадет. Ждем, может быть, и опустится до 3000 долларов. В принципе, небольшая эта просадка. Много говорят об этой просадке, но до 3000 долларов сходить не так много, как казалось бы. Идем дальше. Компания Ripple выпустит свой стейблкоин. Вы знаете, это отличная новость, потому что вот стейблкоины самые такие крупные. Это USDT и USDC. Циркул, компания. Они, как бы, вот, грубо говоря, там имеют ликвидность, имеют стабильность. И они больше всего пользуются спросом. Ripple хочет выпустить свой стейблкоин. Как это вообще возможно? Да, то есть, есть судебные тяжбы и так далее. Ripple – это собственный блокчейн. Они нацелены на международные переводы. Грубо говоря, хотят полностью банковскую систему перевести на свой блокчейн Ripple XRP. Монета старая, давно за ним все следят. Хайп идет по всему миру. Все ждут роста на этой монеты и никак не дождутся. И с учетом того, что если выпустят стейблкоин, им это разрешат. И все одобрят это, то я думаю, что цена монеты вырастет. Поэтому будем смотреть за этим. Но странная тема. Разрешите им выпустить и без всяких санкций они это сделают. Значит, договорились где-то в кабинетах. Но тема классная. Посмотрим. Еще один стейблкоин. Главное, чтобы обеспечен был. Говорят, что они обеспечат его полностью долларом. Все это будет прям открытая история. И никаких закрытых там калуарных не будет тем, где обеспечен USDT. Допустим, не обеспечен или USDC. И Ripple собирается делать открытую историю именно обеспечить долларом США каждый USDT, ну как он будет называться, стейблкоин XRP. Идем дальше. Чего ждать от Tron? ТРХ, монета ТРХ упала там на 20% и пишет какую-то там панику или еще что-то. Будет еще падать. Я думаю, что не будет падать, потому что, ну, 20% хорошая просадка для крипторынка. Есть возможность закупиться как раз эту монету. Сейчас основные обменные операции в USDT идут в сети Tron. То есть, представляете, по всему миру, по всей России, по всему СНГ точно все обменники пользуются Tron, TRX. Сеть TRC20, а USDT там обменивают. Поэтому блокчейн имеет свои комиссии, да, они небольшие, но очень много операций. Каждую операцию вот эту нужно будет оплатить, там, допустим, в сети Tron. Нужно немножко иметь TRX, да, то есть Tron. Его нужно купить, чтобы оплатить газ. Я не думаю, что там будет цена там валиться вниз и так далее, потому что блокчейн востребован и так далее. Допустим, да, то есть 20% просадка, а у монеты есть тоже Market Maker и так далее. Они все это будут откупать, и цена будет идти вверх. Китайская компания приобрела предприятие по добыче биткоинов в Техасе. Вы знаете, что биткоины добывать, добывать майнинг вообще в Китае запрещен. И китайцы больше расходятся по миру и смотрят, где это дешевле, где это возможно сделать, где можно купить подешевле и добывать биткоины. Как мы знаем, что в Китае запрещена там криптовалюта, но очень много китайских бирж. Основная масса – китайские биржи, и они очень хорошо процветают. Почему так принято, что именно китайцы делают биржи? Вот у них все это хорошо получается. Также есть майнингом. Очень много китайских компаний по всему миру выкупают оборудование, покупают места, где можно майнить. Это хороший признак для биткоина вообще в целом. И в России тоже хотят майнинг легализовать. Соответственно, к этому будет интерес. Соответственно, цена на биткоин будет расти, потому что награда будет в два раза меньше. И майнерам нужно будет цену как минимум от 100 тысяч долларов, чтобы работать в плюс. Так что я думаю, что у биткоина хорошее будущее. Не финансовый совет. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте лайк, комментарий. И всем хорошего дня.